Я могу понять, что вы не довольте, если вы не хотите, чтобы вы не получите наличную эффективность. Да. Алло. Здравствуйте. Елена Евгеньевна? Да. Меня зовут Ефимова Анна Григорьевна, компания ProfiReal ProfiCredit, отдел досудебного взыскания. Разговор наш с вами записывается. Елена Евгеньевна, 22 дня не вносите платеж по вашему договору, по какой причине? Да это, я думаю, уже не имеет значения. Почему? Ну, а смысл какой вам знать мои причины сейчас? Потому что это очень важно, Елена Евгеньевна. Если бы было очень важно, то, наверное, с первого раза бы как-то эта информация была бы зафиксирована где-то. А так я каждый раз одно и то же повторяю, повторяю. Значит, вам не важно, получается? Вы указывали, что ранее, Елена Евгеньевна, намного раньше, еще два месяца назад, что вы подаете на банкротство. А потом информация не подтвердилась, Елена Евгеньевна, информация какая-то компания не поступила. Вы, оказывается, все знаете, зачем-то задаете вопросы. Елена Евгеньевна, вас банкротом признали по суду? Вас уведомят. Я вам задаю вопрос, Елена Евгеньевна. А я вам отвечаю, вас уведомят. Суда фактов, получается, не было. То есть вы на законном уровне являетесь сейчас должником в организации и должны производить данный платеж. Вопрос – это не уход от обязательств, Елена Евгеньевна. Это не только ваша инициатива, это согласование, установление баланса с двух сторон. Ой, боже мой, какие умные слова. Есть какая-то гарантия, Елена Евгеньевна, что компания убьет навстречу? Мне не нужно, чтобы вы вышли к мне навстречу. Я повторюсь, еще раз, это не ваша инициатива. Чего? Готовы оплачивать добровольно, вынуждены принуждать вас к оплате. Вы не можете меня принудить к оплате, у вас нет на это инструмента. Почему? Кстати, я вас садюсь, так, а то огласен. Так как вы, но, по вашему договору, по плане, требовать всей суммы, средства. Требовать, но не принудить. Подача сквозы занимает рассмотрение данной заявки. Вы заквакали, пропали. Ильяна Евгеньевна, чтобы вас с банкротом, а потребуют, ну, с рабочим в ней. Я все пропадала, через кеми предоставлено, поэтому вы и зря старались. А в юридическом обосновании с вашего соглашения платежа данного у вас нет? Мне компания еще не садится, долг размера 1040. Я вот отвечала на этот бесполезный звонок, а? Вообще, если ничего не изменилось в ситуации. Ничего не изменилось. Вы должны платить отказ от действия с компанией, под листом ваших аккетов, если она закупит. Сотрудники, вероятность, в текущую неделю, может, договору, без исковую. Ну, не вредите, пожалуйста. В текущую неделю прям, ну, хоть бы вот не обманывали. В текущую неделю, в текущую обманывание. Ой, брехло какое. Фу, брехло. Фу, вам не стыдно врать вот так вот нагло. Смотри, смотри, врушка маленькая. Маленькая наглая врушка. Я тебе секрет открою. Смотри, чучело. Вернее, слушай сюда. Слушай сюда, чучело. Слушай внимательно. Я тебе сейчас по носу щелкну. Тем, что ты врешь. Вы-то. Да. Елена Юрьевна, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут отдел Засканичь. Как вас зовут? Сергей Иванович. А фамилия? Волк. Отдел Засканичь. Воздул. Онлайн-займ. 35 тысячи воздул. Знаете? Не, не знаю. Так, кажется, что дальше? Какую причину вы не отплачиваете, скажите мне? Острый приступ хронической жадности. А, бывает. Вы действительно не понимаете, что вам деньги никто не простит. Да не прощайте. Вообще пофигу. И дальше. Да ничего, я так узнать. Нормально вкладный ты человек или нет. О, ты, боже мой, как ты заговорила, крошка. Смелая, да? Ладно. Занимайся дурой. Давай-давай, пока, урод. Ожидай, приедем скоро. Да не троги, куда ты там приедешь. На кладбище ты только доедешь. Давай-давай, пока. На твоём. Давай-давай, чмошник, пока-пока. Ну, какая-то понченая днищебродка. Вот это ты баромойка, конечно. Ты думаешь, вот это ты сейчас наговоришь, кого-то напугаешь этим? Да хрен тебе, мам, пойди, своя рожа испугай. Война, я в деревню переведен там все. Да, 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 да. Маме своей подиета расскажи, она испугается и поверит. Не, ну ты правда, вот, конченая. Ты думаешь, 30-30 сочек. Слушай, а ты вот скажи, овца-то не конченая? Ты попрощалась и продолжаешь там что-то ссыкаться ко мне? Ты чё, совсем олень, да? Не следишь за своим поганым языком? Чё, ляпнул и пофигу, да? Всё понятно. А за своим поганым поведением ты следишь? Да мне вообще плевать на таких, как ты. Срала я тебе на голову. Понятно тебе? Себе на голову. Олень. Чего же себе на голову не срала? О, вот это, конечно, ты парировал искромётно. Господи. Мозгов совсем нет, да? Олень. Ты думаешь, олень назвала? Я тебя уже 16 раз оленем назвала. Я ноги об тебя вытру и ничего не будет. И дальше что? Ну, хорошо. Потому что ты терпела. Всё, пока. Посмотрим. Да, 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 да. Очень страшно. Давай, пока. Я, во всяком случае, не пробираюсь. Да, мне похеру. Кинула таких, как ты, в миллион штук. И прекрасно живу. Угу. Ну, и всё. Давай. Тебя сутенёр твой в рот будет давать на трассе. Понял? Сейчас, иди нахуй. Да, да. Так, алё, коллективно. Вы представьтесь, на чём? Кто вы? Парламент Власина, официальст компании «СБА» станция. Обращаю ваше внимание. Идётся запись разговора. Это правильно? Да, да. Звонок вам поступает относительно задолженности. Перед компанией «СБА» задолженность по четырём договорам составляет 35 тысяч, 33 тысячи, 551,88 копеек. Просрочка у вас в 102 дня. Берёвание кредитора, оплатить данный долг до 14 января. Оплата поступит? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Так, в другом осмотрении вы решили уклоняться от оплаты долга. Вы не можете задавать мне подобные вопросы. Вы не являетесь стороной договора, а кредитор не уведомил меня о привлечении нового лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Ваши просрочки, я уверена, на 100%. Паня, Мука, в том, что мы с вами работаем. Ваша уверенность, вы знаете, мне абсолютно индифферентно. Я предпочитаю верить своим глазам, а не чьей-то совести. Ну, так зайдите в личный кабинет и поверьте своим глазам. Личный кабинет не может являться способом уведомления. Мы не подписывали соглашение о том, что меня можно уведомлять в личном кабинете. Это вы говорите в параллель. Алена Алексеевна, что вас уведомляет тем способом, который был в вашем договоре. В каком пункте договора про личный кабинет у меня было? Я вам говорю, что в вашем договоре, который прописан в договоре, если вы договор в глаза не видели. Алена Алексеевна, еще раз повторяю, в моем договоре не было такого пункта. Не было у меня в договоре такого пункта. Вы хотя бы посмотрите на него хотя бы разок. Вы просто заученные фразы говорите, только, к сожалению, совершенно не обладаете информацией. Я не имею возможности посмотреть, во-первых, в ваш личный кабинет, во-вторых, мне это не нужно. А зачем смотреть в личный кабинет? Вам надо в договор посмотреть. Вы совсем там что ли куклу со своими кабинетами? Что ко мне относится? То, что я не обсуждаю свои финансовые вопросы с непонятными проходимцами? Алена Алексеевна, я не знаю, что я не хочу нам в своей организации покупать. Ой, мой Господи. Вы в подобном тоне можете общаться со своей мероприятиями. Я в таком тоне буду общаться с маромойками из МВА финансов. Вообще бесполезная информация. Я даже слушать ее не буду, потому что вы вот сейчас своим звонком осуществляете абсолютно бесполезные действия, ибо вас всерьез никто не воспринимает, вы не более чем телефонная мошенница. В любом случае, вы от меня ничего не получите. Я не веду переговоров с террористами. Более всего, будет переуступка прав требований. Согласно 382 статье гражданского... Зачем вы мне это все рассказываете, если я вас не слушаю? У вас все в порядке с головой, мадам? Я вам говорю, я вас не слушаю и воспринимаю вас как переговорщика. Вы не стороной договора и не являетесь лицом, которое привлечено для осуществления действий по возврату на корректное общение. Проблемы с башкой в МБА. У вас там что ли, я не знаю, что за заболевание поразило мозг всех кур из МБА? Проблемы с башкой в МБА. У меня Анатольевна и... Кто вы? Меня зовут Толкачева Ольга Олеговна, ведущий эксперт в компании Кредит Экспресс-финанс. Общаемся под запись. Угу, я слушаю. Звоним по вопросу погашения вашей задолженности перед банком КБ Ренессанс Кредит. Вы помните о своих обязательствах перед кредитором? Вы какое отношение имеете? Представляем интересы вашего кредитора на основании агентского договора. Когда? 2005-я статья Кражданского федерального договора. Агентский договор у нас по 26 сентября 2017-го кода с банком Ренессанса. Ага. Ваши документы к нам в работу поступили по инициативе кредитора 4 декабря прошлого кода. Если у вас договор от 2017-го года, почему мои документы поступили только в 2019-м году? Два года вы мной не интересовались, теперь решили? Наверное, потому что мы представляем интересы банка не только в качестве, по вашему договору, в принципе, представляем интересы банка с 2017-го года. Идем в договоры по его поручению с заемщиками. У вас конкретно договор поступил в работу 4 декабря 2020-го года. Относительно моих отношений с кредитором, когда у вас был заключен договор. Так не работает, что вы заключаете один договор и по всем каким-то клиентам работаете по одному договору. Инна Анатольевна, вы понимаете, что такое агентский договор? Я прекрасно понимаю, что такое агентский договор. Вы, видимо, не очень понимаете, что такое агентский договор. Повторяю еще раз, агентский договор не заключается так, что один раз вы заключили, и все, вы агент, и вы работаете по всем, по всем. Вы должны заключать договор или хотя бы дополнительное соглашение по каждому. Зачем вы разговариваете одновременно со мной? Мадам, вы же задаете вопрос, вы слушаете ответ. Если вам не интересны мои ответы, то не задавайте в таком случае вопросов. Я вам открою большой-большой секрет для маленькой компании, что если вы говорите одновременно со мной, я вас не слышу. Поэтому вы отправляете свою информацию только в космос. Итак, повторяю. Нет, не все сказала. Когда я все скажу, я вам об этом любезно сообщу. Итак, когда кредиторы с агентом заключают агентский договор, в этом агентском договоре должны быть прописаны персональные данные клиента и непосредственно те условия, по которым с клиентом был заключен договор. Нельзя заключить договор один, а потом работать по всем подряд по этому договору. Поэтому я повторяю свой вопрос. От какого числа у вас дополнительное соглашение, оно должно быть как минимум с банком? Я ответила на ваш вопрос от 4 декабря этого прошлого года. Это было заключено дополнительное соглашение? Вы можете ознакомиться в отделении банка Ренессанс Крис. Мне не нужно ознакомиться нигде в отделении банка, потому что вы сейчас мне звоните, и вы от меня хотите получить какую-то информацию. Но вы, к сожалению для вас, пока еще не доказали, подождите, не тарахтите, вы пока еще не доказали для меня свои какие-то права. Насколько я знаю, в течение 30 дней с момента привлечения иного лица для осуществления действий по возврату прокрученной задолженности, кредитор обязан направить уведомление. Я не задаю сейчас вопрос, я вас просвещаю любезно, а вы все никак не хотите просвещаться. Итак, повторяю, повторяю, в течение 30 дней с момента привлечения иного лица для осуществления действий по возврату прокрученной задолженности, кредитор обязан направить уведомление путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо там курьером под подпись. Я, к сожалению для вас, не получала уведомление. А дальше, либо, либо иным способом предусмотрено, мне не надо читать, я все помню, либо иным способом предусмотренным соглашением между кредитором и должником. И что, что вы этим хотели сказать? Так, открываем, не бывает договор, внимательно изучаем фонд договора номер 16. Нет, так не выйдет, потому что постановлением Верховного суда, постановлением, я парирую, ну слушайте, не истерите, спокойнее себя ведите. Постановлением Верховного суда было определено, что внесение в договор пунктов о том, что уведомлять каким-то иным способом можно на момент подписания кредитного договора признан незаконным, потому что на момент подписания кредитного договора я не являюсь должником, я являюсь заемщиком. А соглашение о уведомлении иным способом заключается после того, как я становлюсь должником. Понимаете, в чем разница? Поэтому, поэтому, кредитор не может меня уведомлять иным способом, ему в любом случае придется направлять на заказное письмо с уведомлением о вручении, либо направлять ко мне курьера под подпись, чтобы я получила на руки все документы. Иные способы незаконны в контексте. Вы неадекватная, мадам, ну что с вами не так? Смотрите, я с вами разговариваю, у вас рот не закрывается ни на секунду. Вы постоянно пытаетесь кляниться, но, к сожалению, ничего умного не говорите, наверное, злитесь от этого. Вы не злитесь. Вы смотрите, вы откройте законы, почитайте, узнайте, что и как на самом деле происходит. Не живите больше в плену своих фантазий и не слушайте то, что вам говорят. Да, ваши там рабовладельцы? Почитайте законы и все сами поймете, если, конечно, серого вещества достаточно для этого. Да. Здравствуйте. Для вас есть важная информация. Оставайтесь на линии. Хорошо. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Могу я услышать? Представьтесь. Вам звонок поступил из организации Limezyme. Гущина Алена Олеговна ведет записи разговора. Это вы, Елена Юрьевна? Да. Звоню по займу за должность у вас 73 дня. Сумма на сегодня корректная 71 591 рубль, 26 копеек составила. Уточните причину неоплаты. Что случилось? Да я же уже рассказывала это все. Я ранее с вашим договором не работала, поэтому лично у вас хочу уточнить причину. А у меня каждый сотрудник вашей компании будет уточнять. Давайте сделаем. Организуем смс-рассылку. Вы мне пришлете все номера сотрудников, я всем сразу отвечу, чтобы не тратить ни свое, ни ваше время. Как вам такое конструктивное предложение? Чтобы не тратить ни наше, ни ваше время, оплатите свою задолженность, исполните обязательства надлежащим образом. И звонки вам осуществляться в таком случае не будут. И повторные вопросы задавать тоже не придется. Ну вы же просто бессмысленное действие осуществляете. В среду 13 января. Если вы хотите это делать, делайте. Это же ваша прихоть, не моя. Что мы хотим делать? Осуществлять бессмысленное действие. Мы обязаны вам звонки осуществлять, Елена Юрьевна. Перед кем вы несете эту обязанность? Перед Центральным банком Российской Федерации. Да бросьте вы! А где же это зафиксировано, что вы обязаны осуществлять звонки? Елена Юрьевна, оплату почему не вносите? Вот это вы, конечно, придумали сейчас. Центробанки, интересно, в курсе? Да я сомневаюсь, если вы придумали. Оплату почему, Елена Юрьевна, не вносите? Уточните мне причину. Пришлите номер вашего мобильного, я вас включу в СМС-рассылку. И вам все придет в письменном виде. Хорошо. Тогда информацию послушайте. Оплату нужно внести завтра. Такая бесполезная жизнь. Это информация, зачем же мне ее слушать? Это же абсолютно бесполезно все. Вот если платеж от вас не поступает, компания встраивает применить санкции. Знаете, сколько я слышала это все? Послушайте, пожалуйста, еще раз. Зачем? Измысл? Ну вот смотрите, вот бесполезность. Бесполезность. Вот тонкой красной линии на протяжении всего нашего разговора. Вы, во-первых, очередная вы, очередная понятия, которая не предоставила, не знает информацию. Вот вы с тем же успехом, можно же автоинформатора, которого никто не слушает, вырубить, и все. Я же вас точно так же не слушаю. Я вам говорю, что ваша информация мне индифферентна. Она мне не нужна. Не нужно мне вот как бы по тексту читать. Будете меня так же перебивать, да? Буду, буду, да, буду. Ну хорошо, тогда завтра, 13 числа, ждем оплату. С вами более... А вы очень логичная, я смотрю. До свидания. Вы сделали достойный вывод из этой ситуации. Из-за того, что я вам скажу. С вами был Игорь Негода.